Уходили, это просто мое хобби. Дело в том, что практически мы живем дома целый день. Это дом, автобус наш дом. А в доме что главное? Погода в доме. Это настроение наших пассажиров. Даже наше настроение влияет на работу пассажиров. А улыбки для нас, пассажиров и всего нашего коллектива, это на первом месте. Все в восторге, особенно маленькие дети, а взрослые вообще заходят хмурые, грустные, потом посидят, улыбаются. Столько эмоций, столько восторга, все пожелания вносят. Кто-то даже свои идеи творческие. Вот там позади меня елочка со снегирями. Это идея моего пассажира. Она мне дала идею, я ее внедрила дальше и получился еще один у нас экземпляр новогодний. Представьте, ну вот этот самый звереныш у меня, поросеночек. Это из окончания туалетной бумаги. Втулочка. Из него сделан поросеночек. А из стакана обычного сделана собачка. Это символ уходящего года и приходящего года. Ну и снежиночки, само собой. Вот эта букашечка из ватных дисков тоже снежиночка получается, летящая и крупная такая, в виде букашечки. Ты тут детям дарила, дети все в восторге. Участников в этом году с каждым годом становится все больше и больше. В этом году порог перевалил за 20. Самое печальное, что в этом году не заявился ни один трамвай. Очень активно нас поддержали в этом году участники. Автоколонна 1456. Очень много автобусов маленькой вместимости, пазиков. Все украшают, все довольные. Условия конкурса очень хвостые. Просто украсить салон и поднимать настроение пассажирам. Критерий получается. Будет приз зрительской симпатии уже сам. То есть это голосуют люди по билетам. И в сети будет голосование. И сам непосредственно гран-при. Это выбирает администрация сообщества транспорта пассажиры. И не заинтересованные люди. В этом году нас экипажи удивляют своей оригинальностью. Они делают все в основном своими руками. Если в том году это были покупные, мишура, дождик, то в этом году они делают все своими руками. Носочки, валеночки, саму же мишуру из подручных материалов. Это очень интересно. Это был главный критерий нашей оценки.